всем привет сегодня у нас среда 18 июля 2018 года я переоборудовал трактор это за 50 одеваю шланги для того чтобы отсоединяю жопу на тракторе подсоединяю шланги наверх туда ставлю два цилиндра смешно звучит наверно отсоединяю жопу есть такой термин уже прицепил ковшик ковшик повесили на цепочку вот такую здесь будем отсоединять цилиндр точнее целя и гидросистему от этого цилиндра не будет кошек висеть на лесу свою делаем и для того чтобы собой здесь положим какие-то вещи шланги воду болты ключи все такое и это как противовес нужная вещь всегда колхозах всегда старые времена здесь висел на тракторах ковшик нужные запчасти вещи здесь у меня стоят трехходовые экраны с какой-то сельхоз техники с какой я уже не помню сколько лет уже больше десяти лет или 15 даже все так они работают так так работает так подсоединяется один идет на слив другой так вот сейчас убрал сиденья вот эти шланги буду отсоединять и вот у меня есть такой вот шланг заглушечкой чтоб не попадала туда грязь никакая так все записи свои я храню вот в такой тетрадке так она и называется у меня возможно вы видите нет записи мои как подцепить кун так вот открываем здесь такой небольшой бортовой журнал ну не все записываю нужно надо бы все и здесь вот по цифрам да но картинка верхний кран нижний кран к чему какой кран цепляется да вот видите так что все это дело забывается в голове рекомендую всем записывать что как было так сейчас будем отсоединять там от цилиндра основного суда и потом принесем другие дополнительные цилиндры со шлангами будем цеплять все дело суда повторюсь сегодня у нас среда жарит очень хорошо солнце и возможно завтра завтра уже поедем посмотрим хотя я даже и сегодня съезжу ну есть думка чтобы съездить покосить все это дело на пометать попробовать в пятницу в пятницу суббота посмотрим как это все получится ладно прерву сейчас пока и включимся в следующем включении так все шланги повесили вот так тут они как человек-паук болтается все закреплено цилиндры стоят повесили так это дело выглядит из кабины все шлангах это кошина сена вчера косил завтра уже можно пробовать тут правда клейвер большой по единистаме ну если такая погода будет поднять можно его поднять его чтобы продувало грабли нужны волковые купим грабли волковые может быть если жена денег да вот вы говорите денег нет денег нет ты не даешь не ори не ору жена денег да куплю тут еще один день мало еду лежала вот там там трава низенькая там тоже низкая трава не маленькая но тоже один день она тут маленькая трава в первый день как всегда вот ладно поехали что у нас загорится да ничего и не будет что у нас загорится что у нас загорится вот клеймер вот клеймер все здесь зеленоват вообще ну поднимешь часок-другой к вечеру она может и разную как сено проверяют берешь кучок сена вот тут оно вот вчера красил и вот ничего вот если ломается да все все у тебя машина греется стилятор слабо вот 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 тут поменьше трава тут она можно метать выборочно так проездим сейчас туда вот там поменьше трава тут вот там вот 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 Упакуще, но она все равно ничего не видит. Поднимать надо. Надо завтра ехать, грабры тащить сюда с обеда и поднимать ее, и пусть она лежит. Вот она где погуще, где поменьше. Сейчас приедем, волокушу оденем. Грабли вытащим, оденем шланг и подсоединим волокушу на маленький трактор. Колеса видим? Так, сено почти готово. Давай подойду, может не слышно будет. Что говорить? Сено уже почти готово. Ты готов? И мы готовы. А, я тебя спрашивала, ты готов? Мы готовы, главное. А вот хитрый какой. На-а-а-а. Так. Всем привет. Всем привет. С вами я, Владимир Белов. Нахожусь в Луке Болоткиной. У нас здесь, я несколько дней назад косил сено. Сегодня приехали сено собирать. Так. Потому что тут трава уже высохла. Два дня назад это косило. Сухая трава. А вот у нас есть ложки, где трава была гуще. И там снизу она еще лежит, как бы это, с живцом. Так, вот с живцом. Ну, не зеленоватый, но... Так, вот я там сейчас вот собирал. До обеда. Так, а куда обеда? Вы их приехали мы сюда собирать пол первого. Сейчас уже, наверное, часа два или три. Да, три, наверное, точно. Собрали там, вот. Деда Петя у нас лежит в больнице, дедушка наш. Он всегда раньше помогал нам с этим. На граблях ходил. Ну, а мы метали. Метали, толкали. Валы лежат. Сейчас их... Они так сухие, снизу там только надо. Зеленоватый как-то она, это... Не просохла еще снизу немного. Фу, вот. Тут вот уже вот. Вот она, видать, немного как... Ну, от этого, я думаю, не загорится. Бывает и хуже. Так, бывает и хуже. Так. Такая трава. Солнечная погода стоит. Хотя, говорят по прогнозу, что в воскресенье, в понедельник уже будут дожди. Так. Собирали, собирали, вот. Собирали. Надо срочно это дело собрать, сметать. Территория выкшена большая, но сена будет с Ташка 4, может быть, 5. Вот так вот. Не знаю. Так что вот там сейчас собирает на граблях Дима, Дмитрий. Владимирович, сын мой. Вот. Так вот. Собирается. Здесь еще вот мы собирали. Тут вот место пошили. Я говорю, давай здесь учись собирать, как тут надо правильно грабить. Граблями. Фу. Все. Купакос у нас готово. Блин, вот эти дни вообще жопа. Ничего не успеваешь. Вчера варили волокушь, потому что в том году как-то сметали все, столкали. И волокуша там кое-иде отпала, там отпала. Вчера варили сваркой. Часа четыре. Там подваривали, там подваривали. Вот этот толкающий волокушин. Вот. Так. Стогомет стоит дома. Там у нас кун. Вот так. Так. Ходишь на пятой передаче. Пятой пониже. Где-то не прогребает. Ну, нам главное, чтобы это все собрать. И завтра, завтра, я думаю, можно было бы сегодня. Блин, сегодня уже времени поздно. Можно, в принципе, быстренько спихать. Кидать один стажочек. Ну, блин, вдвоем мы тут запаримся. Наверное. Я так смогу подозревать. Вот. Так что, это дело обстоит вот так вот. Трава тут маленькая была. Косил. Ну, в лошках, вроде как, побольше, погуще. Ну, зато тут вот. 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 И на кости так, чём тут. Просохатило этот рядок. Ну, стена мы держим. А, коров держим. Три тёлки Молодых доят сейчас коровы Так сказать Овечки Ну и родителям надо у них Короче в общей сложности надо около 25 стогов Стог у нас стоит 7 тысяч Стог один стоит 7 тысяч с привозкой А без привозки 6,5 Вот надо 25 стогов Это в районе В районе 100 Хотя Что там 100 170 тысяч Где-то примерно Если покупать сено в стогах В рулонах и того дороже Потому что заявленное сено в рулонах Которое есть Которое вроде как Его там на самом деле Меньше Так Приехали с покоса Сейчас готовимся Собираем на завтра Всё это дело Какое дело Собираем Положил мешки Шланги здесь лежат Гидравлические Мало ли чего Заменить шланги Штыри Цепи Цепи Проволока Верёвка В положил Кабине лежит Ключи Топор Трактор Заправленный Трактор стоит Один С волокушей Здесь Прицеплен волокушь Толкающая По боевой готовности Второй трактор Здесь стоит Заправили обои трактора Всё готово К завтрашнему Сынокосу Так Ну и здесь Вот Вчера здесь Варили Тут вот Варили эту Штуку Свежая сварка Видно И вот здесь Где-то Там варили Всё варил Я сам Часа Три или четыре Наверное Юзгались Отцепляли Волокушу Сварщик Из меня Никудышный Что-то так Мало-мало Насрал Посмотрим Отскочит Так отскочит Не отскочит Не отскочит Видно будет Ладно До завтра Жена Говорит Зачем Снимать Такого Красивого Грязного Да Последнее Время Чего-то Не получается Снимать Видео Загружать Их Потому что Нету Времени Да Вот так Вот Завтра Идём В бой Посмотрим Что получится Сегодня Гремело Бросили Сегодня Мы не Всё Собрали Там Осталось Поле Там Где Мы В том Году Бросили Сгнило У нас Загремело Всё Я говорю Нафиг Лучше Ты пугался Ты пуганный Пуганный Вот так Гремел Только Больше Ничего Но Гремело Очень Сильно Да Ладно На этом На этом Всё Сейчас Загружается Видео Там Вот 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 Эту Галиматью Конечно Да Ладно Всё На этом Пока Немного Немного Продолжение следует...